Вы сказали, что женщины заблуждаются, но мы не заблуждаемся и мы не нуждаемся в вас. Как дела? Привет. Привет. Называете ли вы себя феминисткой? Да. Да, интерсексуальная феминистка. Что для вас значит феминизм? Марксизм? Для меня феминизм – это справедливость. Я лично считаю его ошибочным. Феминизм – это агрессивное движение. Что приходит на ум, когда вы слышите фразу про мужские права? Агрессия. Защита прав человека. Я начинаю смеяться. Что ты надеешься получить от дискуссии? Ну, я ожидаю хоть какого-то понимания и хотел бы, чтобы со мной больше соглашались, чем нет. Я бы хотела понять, почему мужчины думают именно так, а не как-то иначе. Возможен ли компромисс между феминизмом и правами мужчин? Посмотрим. Привет. Меня зовут Зак, и мне 24. Я Крис, и я студент Южно-Калифорнийского университета. Я также специалист по борьбе с дискриминацией против мужчин в универе, и мне 30 лет. Привет, я Дерек, школьник, ютубер и невольный холостяк, так сказать. Привет, я Алисия, и я писатель, поэт и обучаю артистов. Привет, я Беа. В настоящее время я работаю в индустрии здоровья животных. Мне 30. Мне 24, и я аспирант со степенью в области здравоохранения. И я рада быть сегодня здесь. Пусть борцы за мужские права встанут по левую сторону, а феминистки по правую. Пройдите вперед, если это высказывание является правдивым для вас. Я верю, что мужчины и женщины разные, но при этом равны. Я, как женщина, не могу иметь такую же физическую силу. Мужчины и женщины разные. Я думаю, когда все строится по-другому, для этого есть причина, так? Но в то же время количество ограничений, которые исторически были наложены на женщины, как факт, нам не так давно разрешили голосовать. Даже сегодня наблюдается разрыв в зарплате. Женщины не имеют много прав. Это не должно иметь ничего общего с полом. Я хочу, чтобы нам платили одинаково и просто чтобы нас уважали. Я верю в биологические различия между мужчинами и женщинами. И, конечно же, должно быть юридическое равенство. Я не согласен с идеей, что женщины сталкиваются с системной дискриминацией. Как вы упомянули, разрыв в зарплате, который разоблачали так много раз. Я немного изучал эволюционную биологию и скажу, что мужчины и женщины сильно отличаются не только физически, но и в косной структуре неврологического отделения, в химическом балансе. И еще, я не верю, что мужчины и женщины равны перед законом. Или они должны быть равны. Дети не равны перед законом. Не потому, что мы их ненавидим, а потому, что любим и хотим их защитить. То есть, если вы верите, что мы не равны, то вы делаете вывод, что одно лучше другого. Позвольте, я объясню. Да, конечно. В той мере, в какой мы не равны, это не означает, что одни выше, а другие ниже. Когда дело доходит до определенных ролей, таких как деторождение, женщина будет гораздо более продуктивна и заботлива, чем мужчина. А когда дело доходит до выполнения тяжелой работы, мужчина больше подойдет для этой роли. И это совершенно не делает нас хуже или лучше. Мы просто устроены и рождены по-другому. Я хочу уточнить. Я не говорю, что они хуже или лучше в целом, как он говорил. Мы дополняем друг друга. Вместе мы работаем очень хорошо. Мы нужны друг другу для создания потомства. И это прекрасно. Я не верю в то, что уравнивая и делая нас одинаковыми, поспособствует благоприятному воспитанию детей и благополучию в целом. Я хочу отметить, что вы воспитали детей неравными ко взрослым. Я очень надеюсь, что вы не сравнивали детей с женщинами. Ну, это было техническое сравнение, вообще-то. Хорошо, мне не нужно, чтобы ты защищал меня. Я не хочу, чтобы ты навредил мне. Я могу защитить себя сама, и я способна делать то, что мне нужно. Понятно? Да, ладно. На сто процентов. Я полагаю, что нахожусь в камере защитников. Я не ненавижу женщин. Я думаю, что мы разные, и по некоторым аспектам они превосходят мужчин. И вообще-то контекст немного другой в данном вопросе. Я считаю, что токсичная мужественность реальна. Я считаю, что токсичная мужественность определенно существует. Это идея о том, какой должна быть мужественность. Но это неправильно, что насилие, секс, власть и контроль над человеком каким-то образом делает тебя мужчиной. И, к сожалению, я видела это часто, когда молодые мужчины или мальчики в моей семье говорили, что мальчики не должны плакать. И я вижу, во что это превращается, когда в книжном магазине парень, который пытался узнать мой номер, спрашивает меня, почему мы должны так делать. У него был такой скрипучий голос, как будто ему было больно, но это было его право на это. И эта токсичная мужественность не осознает, что такое поведение наносит вред. Что означает токсичная мужественность? Это черты характера, воспитание. Это воспитание, подавление чувств для многих мужчин, потому что на протяжении всего детства они говорили «Будь мужчиной». Из-за множественных репрессий это переходит в гнев, потому что они не знают, как это выразить. Просто потому что им всегда говорили этого не делать. То есть воспитание. Как часть этого, да. Но это не то, что присуще мужчинам. Нет, нет. Я думаю, когда вы показываете эмоции, особенно незнакомым людям, в некоторых случаях женщинам, то они будут скорее рассматривать вас как слабого. Я был воспитан матерью-одиночкой, я люблю ее. Но мне точно бы не помешало, если бы мне сказали вести себя как мужчина. Были случаи, когда я вел себя эмоционально, что негативно повлияло на меня. Могу ли я задать вопрос? Конечно. Каково твое определение мужской слабости? Ну, наверное, не быть настолько прямолинейным. Может, даже честным, или пытаясь быть не таким эмоциональным. Каким нужно быть? Не нужно плакать из-за пореза. Иногда порезы причиняют сильную боль, но нужно быть сильными. Это принесет не только для тебя пользу, но и окружающим. Нормально действовать эмоционально в определенных случаях, но я не думаю, что это нормально, действовать так с женщиной. Может быть, у вас есть хороший друг, и он видит, как ты плачешь, он твой лучший друг, и плачешь о чем-то личном, и я думаю, это прекрасно. Такое чувство, что вы путаете две совершенно разные ситуации, потому что вы начали говорить, что случайные люди или даже женщины хорошо, если это женщина, с которой у вас нет связи или любого типа отношений, а затем вы упомянули вашего лучшего друга, который плачет, что нормально. Также женщина может быть вашим лучшим другом, и снова женщина, потому что вы не видите нас равными, как вы говорили ранее. Я не думаю, что показывать эмоции является признаком слабости. Я считаю это признаком силы. Мужчины живут меньше из-за постоянных эмоциональных репрессий, которые привил им патриархат. Эмоциональных репрессий? Я вас умоляю. Было показано, что благосостояние человека и продолжительность жизни сокращается, когда они не в состоянии выразить свои эмоции, не имеют партнера или физического прикосновения. Мы все люди здесь, и мы должны говорить друг с другом. И если вы думаете, что это не влияет на здоровье, когда вы не можете выразить эмоции, и когда расстроены, вы не правы. Я считаю, что защитники за мужские права борются лишь за свои права в ответ женщинам, которые хотят больше равенства. Я не считаю, что они сосредоточены на реальных мужских проблемах. Это скорее нападение на женщин и феминизм. На сегодняшний день женщины имеют больше преимуществ, чем мужчины. Я могу говорить с точки зрения найма, когда речь идет о таких вещах, как позитивная дискриминация, и существуют определенные правила, которые традиционно мужчины и женщины были в состоянии соблюдать. И теперь женщины могут делать все эти вещи правильно, потому что у нас была такая сильная пропаганда для равного представительства на рабочем месте, тогда как вы никогда не найдете мужчину в качестве акушерки, и я не думаю, что это уместно. Поэтому есть различия. Женщины, как наиболее важная часть общества, имеют преимущество. И есть много позиций, на которые мужчин больше не нанимают. И это лишь потому, что ты мужчина. И так не только в рабочей силе, а еще женщине легче найти отношения, даже если она говорит, что трудно найти хорошего парня, что на самом деле, конечно, вообще не так. А парням сложно найти вообще какую-либо девушку. Зачем я хочу рассматривать, что мне надеть, прежде чем я выйду из дома? Потому что я не хочу привлекать какое-либо внимание. Я не знаю, как многие мужчины подумают, будет ли этот наряд судить о моей безопасности. Любая ситуация, в которой я находилась, я чувствовала себя в опасности, потому что я не хочу просто давать свой номер. У мужчин нет права на разговор со мной, как у них нет права на мой номер телефона. С другой стороны, когда ты даешь один пример на право мужчин, когда речь заходит о получении номера, то ты кое-что забываешь. Например, то, что у мужчин есть проблема в знакомствах с девушками. Ну, во-первых, это не просто пример, не обязательно все мужчины. Я не люблю мужчин, я люблю спорт и видеоигры. У меня есть братаны, с которыми я общаюсь. Чувак, мы просто хотим, чтобы мужчины поняли, и если у вас есть друзья, с которыми вы разговариваете в раздевалке, как мужчина, как союзник, пожалуйста, скажите им это. Вы думаете, что мы настаиваем на решении, хотя это безопасное мужское пространство? Я не думаю, что это безопасно, я думаю, это токсично. Если вы шутите, вы делаете это. Шутки, которые вредны и опасны, потому что они приводят людей к нормализации вещей. Когда люди всегда говорят, что это просто шутка, но когда кто-то слышит это, они не понимают, как это резонирует снова и превращается в насилие. Это не исключительный случай. Я думаю только о трех своих макушках, и это потому, что, ну, просто все закручивается. То есть, альтернатива, это мужчинам об этом не говорить. Нет, мужчины должны вести здоровый диалог, который не будет токсичным. Я знаю много мужчин, которые ведут беседы о здоровой продуктивности, так же, как и женщины. Хорошо, это не только мой личный опыт общения с женщинами, но один процент всех женщин в этой стране, когда мужчины и женщины совершают одинаковые преступления, женщины более вероятно избегут смертной казни, и это дискриминация по половому признаку. Согласна с этим. Это правда. Вот смотрите, основные проблемы женщин во всем мире, которые не имеют элементарную гигиену. Я должна согласиться на такие мелочи, как атаки на ящик с тампонами. Вы думаете, я сама принимаю решение делать это ежемесячно? Нет уж, поверьте мне. Так почему же я должна платить налоги за медицинскую необходимость? Мы просто отбросили многие из наших симптомов, вещей, о которых мы сообщаем, особенно цветные женщины, но к женщинам во всем мире относятся гораздо менее одинаково. Я сторонник мужской роли в обществе. Я считаю, что их взгляды должны быть выражены открыто, что им нужно дать платформу для этого. Я верю в свое бесстрашное состояние мужчины, которое мы создали. Я согласна, что есть вещи, на которые у мужчин есть права. Я говорю о всех человеческих правах. И я считаю, что у каждого человека есть права. Но каждый раз, когда я слышу о мужских правозащитниках, я слышу гнев и нелогичные рассуждения, и это просто выбешивает меня, потому что это неудача для всех нас. Я считаю, что на другой стороне не понимают мои ценности. Много раз, когда создается движение, на другой стороне многие думают, что на них нападают, или что это попытка все стереть. Феминизм вообще не про это. Я просто искренне не понимаю, что на самом деле нужно мужским правозащитникам. Но я выступаю за позитивную мужественность, и я считаю, что мужчины должны представлять здоровых атлетов. И как пример, бойскауты исключительно должны быть бойскаутами. Я хочу, чтобы мы нашли общий язык, когда дело доходит до предубеждения в судебной системе, особенно в брачной системе. Правильно? И как раз-таки там есть то, что мне нужно отстаивать. Те вещи, которые для меня важны, исходят от того, как с нами несправедливо обращается судебная система. Многие женщины говорят, что американская система хороша, но большинство из них получили вред от мужчин. Как и где? Как и где что? Откуда приходит вред от мужчин? Что ж, хорошо, это началось, когда я была юной. Мне было 16, когда на меня полетела бутылка, потому что я отказала парню. Это было в клубе, парень трогал меня. Я сказала ему нет, но он продолжал, и все дошло до насилия. И единственная причина, по которой парень не трогал меня в книжном магазине, о котором я ранее упоминала, потому что он понял, что мой муж был недалеко. Он сказал «извини, броу», и извинился явно не передо мной. Я постоянно об этом думаю и расстраиваюсь, потому что я здесь, чтобы поговорить, как я себя чувствую. Но когда вы игнорируете тот факт, что у женщин на самом деле был опыт, и вам кажется, что у вас больше прав, все из-за вашего эго, и вот почему я злая. И как вы смеете говорить другому человеку, что их опыт не является важным? Я не говорил, что опыт не важен. Я спросил «как и почему?» Я пытался понять. Это происходило неоднократно. Именно поэтому я и здесь, чтобы понять. Я думаю, что судебная система и гендерные роли являются предметом патриархата. И это часть того, что женщины пытаются изменить в традиционных гендерных ролях. Есть ли феминистские организации, которые оспаривали предвзятость против мужчин и отцов? Да, конечно. Можете дать мне список этих организаций, потому как они, кроме своей пропаганды, ничем другим не занимались? Так, ладно, я знаю, ты пришел сюда со своим маленьким исследованием, а я, как феминистка, нет. Но я знаю, что есть женские организации, которые пытаются разобрать эти травмы. Назовите хоть одну. Всего лишь одну. У меня нет списка, чувак. Потому что нет таких организаций. Каким образом права мужчин находятся под угрозой? Я думаю, таких организаций не было за последние 10 лет, особенно в правовом поле. Но я думаю, что есть значительные различия, которые необходимо устранить. Такие, как плохое состояние здоровья, предвзятость по отношению к мужчинам в системе уголовного правосудия, предвзятость в отношении мужчин в судах по семейному делу и в системе образования, особенно в колледжах. Мужчины и женщины должны помогать друг другу. К сожалению, многие мужчины не хотят вести открытый диалог. Нам нужны мужчины, как союзники, чтобы мы помогали друг другу. Мне кажется, ты говоришь, что хочешь, чтобы мужчины всегда говорили определенные вещи, которые ты хочешь от них услышать. Может быть, тебе стоит прислушаться к тому, что говорят они? Что конкретно ты имеешь в виду? Мужчины поддерживают друг друга ментально. Я с этим согласен. Но я не хочу повторять то, как феминистки говорят с мужчинами. Мы верим в разные вещи, которые могут быть под знаком правозащитников мужчин. Я больше традиционалист из всех здесь сидящих. Я думаю, мы должны быть союзниками. Но если бы мы были союзниками, будучи в патриархате, было бы весьма неплохо. В прошлом все было бы довольно неплохо. Многие были бы счастливы. Все женились, оставались в браке, имели детей, ходили в церковь. Ну, разговаривая с вами тремя, ваш друг подходит с разных точек зрения. Так что трудно обобщить наши перспективы таким образом. Для меня есть определенные вещи, в которых я не могу полностью согласиться. Когда вещи могут потерять свой смысл в переводе и стать правдивыми, я не могу кое-что спросить. Каким вы представляете идеального мужчину с конечной целью феминизма? В том, что касается образования мужчины, работы по изменению патриархата. Как этот человек, по-вашему, будет выглядеть? Это начинается с детства. Мы должны научить детей. Это относится и к девочкам. Потому что нас также учат из-за токсичной мужественности, каким должен быть мужчина. Я думаю, что нам просто нужно призвать к ответу мужчин, чтобы добиться прогресса. Нам нужна помощь от людей, которые будут слушать. Потому что, когда мы выражаем наши проблемы, многие мужчины отказываются нас слушать. Но они слушают другого мужчину. Я также чувствую, что у вас есть этическое обязательство бросать вызов другим женщинам или феминисткам. Мужчины отрицают, что сталкиваются с дискриминацией. Когда дело касается таких вещей, что мужчина не может быть оскорблен. У меня был разговор с другой женщиной насчет этого. И то, что мужчины сильнее нас физически, не значит, что они не могут быть оскорблены. И ради справедливости женщины должны быть привлечены к ответственности. так же, как им мог бы быть привлечен мужчина. Я хочу понять их точку зрения, как женщина, как цветная женщина. Я знаю, что такое быть лишенным права голоса. Поэтому я хочу понять, почему они чувствуют необходимость иметь движение за свои права. Я чувствую понимание с другой стороны. Я не думаю, что когда-нибудь в моей жизни было время, когда человек говорит, что ему больно, и я не пытаюсь его слушать и понимать. Единственное, что я хочу сказать, это то же самое в ответ. Поэтому, когда я искренне говорю, что мне больно, или я прошла через что-то, и это не просто мой личный опыт, потому что я активно делаю эту работу, я окружаю себя женщинами, которые говорят, что были ранены мужчинами. И вот мой вопрос. Где же ваши истории? Я никогда не обесценивал чувства женщины, когда она говорила, что подверглась нападению, или еще много чего. Я не думаю, что кто-то из нас справедливо говорит, но я думаю, что опасно, когда эмоциональное свидетельство, которое не всегда может быть тем, что оно получает, создает предвзятое впечатление. Ладно. Я испытываю эмпатию ко всем потерянным женщинам. Я не знаю. Можете продолжать. У вас есть хоть немного сочувствия? Да, я это чувствую. Так почему же вам так трудно это сказать? У вас есть хоть немного сочувствия, к историям, которые я рассказывала? Да, есть. Я не хочу показаться враждебной. Мне действительно интересно. Я думаю, что многие проблемы, которые произошли в вашей жизни, потому что общество не является патриархальным, традиционным. Мы ушли от этого и потерялись. Это как смена охраны. Но вещи развиваются, вещи меняются, и многие мужчины говорят с точки зрения страха. Многие мужчины с трудом понимают и чувствуют это. Я сочувствую вашей истории, но я не могу сочувствовать вашей идеологии, потому что она построена на заблуждении, которые имеют реальные последствия для мужчин, как класс в этой стране. Я понимаю, что вы хороший феминист, так сказать. Вы сочувствуете мужчинам, и я верю вам. Но я не верю в ваше движение, и тем более не верю в вашу идеологию. Все, ребята, вам пора отчаливать. Я потная, я столько выражала свои мысли. Все, ребята, можете пожать друг другу руки. Выражала мысли ты, дай Боже. Да, знаю, ты тоже не отставал. Спасибо вам за ваше время.